Вера или добрые дела? Если ты творишь добрые дела, то все равно они будут по вере. Ну, кажется, ну вот атеисты добрые дела творят. Нет, уже, значит, человек разбавляет свои добрые дела дурными. Абсолютные добрые дела, возможно, только у человека верующего, потому что они всем емлят. И добрые дела творятся не только по отношению к тварному миру, по отношению к другим людям, но и творятся по отношению к Богу, чего, увы, люди, не имеющие веры, лишены. Вспоминаем слова Спасителя, которые Он говорил иудеям, которые, как мы помним, были страшными формалистами. Любили всякие правила, предписания, восклицать на перекрестках, молиться, чтобы люди обратили внимание. Но Господь говорит, не всякий, тот, кто призывает имя Отца Моего и говорит, Господи, Господи, войдет в Его Царствие. Но тот, кто творит волю Его. И поэтому вера настоящая, она не отрывна от исполнения евангельских заповедей. А евангельские заповеди – это сплошь и рядом дела. Причем надо понимать, что дела тут имеются в виду любое действие. Действие, в том числе и мысленное, действие и словесное. Мы помним, что Господь говорит, не оскверняет ничего входящее в человека, а оскверняет только что-то исходящее. Поэтому и наше, и слово должно быть наполненным таким добрым делом. Ну и, конечно, непосредственные дела, как некоторый труд. Особенно на этом моменте останавливается апостол Иаков. Апостол Иаков пишет, что вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. На самом деле апостол Иаков ничего не добавляет к той коротенькой фразе Спасителя, которую мы уже выше с вами обозначили, что надо не просто говорить, «О, Господи, Господи, я в тебя верю», но действительно действовать. Но апостол Иаков приводит еще целый ряд ветхозаветных примеров, чтобы убедить людей, воспитанных на Ветхом Завете, что Авраам, он берет, не просто верит в Бога, но он действует. Он кладет своего сына на жертвенник. Да, это ж какое дело? Причем, кажется, разве это доброе дело, сына на жертвенник класть? Так тут-то вот как раз самое интересное начинается. Потому что если у тебя нету веры, ты не сможешь до конца понять, дело доброе или нет. Вот у Авраама есть вера, и поэтому он Исаака кладет на жертвенника, он проявляет послушание к Богу. И это обращается в добро. Исаак не просто выживает, а Исаак становится родоначальником множества людей, множества народов, и более того, он становится предком по плоти самого Христа и Спасителя нашего. То есть мы видим, что человек поступил по вере, а не по своему какому-то разумению отвлеченному. И это привело к таким замечательным итогам. И наоборот, если мы посмотрим некоторые печальные вещи, когда люди думают, ну вот будет доброе дело, если я о каком-то человеке позабочусь. И заботиться не о человеке, не о его бессмертном душе, а наоборот потакает его пороку. Да, каким-то противоестественным извращением. Или даже если не берем какие-то крайние ситуации, что, ну, разве доброе дело, когда ребенок говорит, ой, хочу пятую порцию мороженого, ему покупают пятую, шестую, седьмую и так далее, пока ребенок не заболевает и потом с температурой 40 не лежит и с воспаленным горлом. Так и здесь, понятное дело, нужны какие-то знания. Знания, которые будут объективным ориентиром. Наша совесть ненадежная вещь. А вот человек, который верит, который Слово Божие евангельское творит, он может только в таком случае не ошибиться и сделать добрые дела. Конечно, наша вера несовершенна. Конечно, мы на ней работаем, поэтому и люди, даже верующие, они совершают ошибки. И единственный, кто не ошибается, то есть не промахивается, потому что грех — это промах, — это Христос. Все остальные люди ошибаются. Но мы укрепляем свою веру добрыми делами. Она становится сильнее. И вера помогает в свою очередь уже и добрые дела возрастать. Добрых дел еще сделал, и у тебя вера еще крепче стала, и ты можешь перейти все беды и невзгоды. Еще добрых дел сделал, еще вера укрепилась. И так даже до страданий мученического венца дойдешь и не отступишь, потому что так вера укрепилась. Увы, если ты постараешься только на одной ноге стоять и будешь, нет, я вот заботюсь о своей вере, нет, твоя вера, как апостол Лайков сказал, она умрет. Она умрет, потому что ты не сможешь по этим ступенькам подняться. Без добрых дел одна рассеется, появится маловерие, и ты постепенно откажешься и от тех добрых дел, которые тебе были по силам раньше. Поэтому наша задача — возрастать в вере, потому что вера приведет нас в вечность к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok